Всем привет! Меня зовут Лёша Гигаури. Я очень рад встретиться с вами в программе «Невозможное возможно», посвящённой фокусам и чудесам. Я покажу вам разные фокусы и даже объясню, как большинство из них делаются. Но какие-то так останутся для вас загадкой. Вам сейчас нужно будет выбрать по карте, всего четыре карты. Бери одну. Ты. Можно поактивнее, не будет. Ты одну, и ты ещё одну. Покорати их камеру. И мне можно тоже их видеть. Складываем вместе. И прямо медленно буду делать, чтобы не обманул. Ещё раз пересчитываем. Поехали. Какие взяли? Десятка крестей, правильно? Пятёрка червей, девятка червей и шестёрка крестей. Все четыре аккуратно положу вот сюда. Вы знаете, что если взять одну из них и взять какую-нибудь карту из колоды, например, это дама. Ой, дама. И щёлкнуть, то все остальные тоже превратятся в дам. Это подделка какая-то. Это подделка какая-то. Дервису узнать, как превратить любую карту в даму, сейчас расскажу. Покажу ещё раз. Для этого фокуса вам понадобится колода-карт. Предварительно в этой колоде вам нужно будет найти четырёх дам. Этих четырёх дам вам нужно будет расположить сверху колоды, и вы готовы начинать показывать этот фокус. Выбирайте колоду-карты и говорите зрителю, что сейчас ему необходимо выбрать четыре случайные карты из середины колоды. Одна, вторая, допустим, третья, и это, допустим, четвёртая. Важно, зритель должен выбирать карты из середины колоды. Вы просите зрителя перевернуть эти карты и запомнить каждую из них. Пока зритель это делает, вам нужно будет отсчитать верхние четыре карты. Это как раз-таки наши заготовленные четыре дамы. После чего вам нужно будет ваш мизинчик расположить вот здесь, так, чтобы над вашим мизинцем были эти четыре дамы. Важно отсчитать сверху колоды именно четыре карты. Вы берёте те карты, которые выбрал зритель, и кладёте их наверх колоды, продолжая держать мизинчик на том же месте. После чего другой рукой вы берёте все карты над вашим мизинцем, одной стопкой вот так, и говорите зрителю, что сначала он выбрал эту карту, и называете её, в моём случае это двойка крестей. Затем он выбрал эту карту, в моём случае это четвёрка червей, двойку червей и последняя семёрка крестей. Последнюю карту кладёте на стол лицом вверх, и ещё три карты кладёте на стол лицом вниз. Таким образом, эти три карты – это уже дамы. Но, конечно, зритель об этом не знает. Затем вы говорите ему, что если взять одну из этих карт, одну из тех, которые он выбрал, и взять какую-нибудь случайную карту из колоды, и берёте верхнюю, и это будет четвёртая дама, и поменять их местами, берёте семёрку, кладёте её наверх колоды, а даму кладёте в ряд, и щёлкнуть пальцами, то все остальные карты тоже превратятся в дам. Ребят, карта есть, король. Есть что-нибудь странное в нём? Нет? Ничего? Ничего не находите в нём странного? На самом деле, из него можно выдавить монетку аккуратно. Пятирублёвую. Вы смотрите, если взять эту монетку, её всегда можно втереть в какую-то часть своего тела. Вы об этом слышали когда-нибудь? Нет? Почему-то многие любят втирать её в локоть. Сюда. Попробуй ты. Да. Нет? Там просто... Давай-давай, нет, подожди. Там есть место просто, в которое нужно попасть. То есть нужно просто аккуратно её втирать. Если прям аккуратно повтирать, то он прям туда втирается, и там остаётся. Очень удобно. Круто? Да! Тереть монету в локоть невероятно сложно, но сейчас я вас этому научу. Для этого фокуса вам понадобится любая монетка и карта. Перед тем, как его показать, вам нужно будет спрятать монетку у себя в руке. Вот таким вот образом. Вы готовы начинать показывать. Вы берёте карту и говорите вашему зрителю, что на самом деле в ней кое-что спрятано. Подносите карту к той руке, в которой у вас спрятана монетка, и кладёте карту прямо на монетку. Затем другой рукой вы берёте карту вместе с монеткой и держите монетку с картой между большим и указательным пальцами. Важно, чтобы зритель не заметил монету под картой. После чего вы делаете такое движение. Как будто бы вы выдавливаете монетку из карты. Убираете карту. Затем берёте монетку. Говорите, что эта монетка волшебным образом появилась, но её можно также спрятать куда-то. Например. Например, в локоть. Берёте монетку и немного повтираете её в локоть. С первого раза у вас не получается. Говорите, что не получилось. Повторяйте то же самое движение, только в этот раз. Вместо того, чтобы действительно взять монету в другую руку, вы её оставляете у себя в руке. Выглядит примерно вот так. Когда вы заносите вторую руку вот сюда, вы просто расслабляете пальцы, и монета падает прямо в ладонь. И вы берёте просто воздух. И делаете то же самое. Подносите эту ладонь к локтю и начинаете её втирать. А в этот момент мы убираем монетку за шиворот. Важно перед показом фокуса заправить футболку в брюки. И показывайте вашему зрителю, что монетка испарилась. Настя, сейчас я буду читать твои мысли. Приготовься к этому. Нам нужно будет сделать следующее. Я возьму твой телефон на секунду. У тебя в записной книжке есть какие-то контакты, да? Много каких-то людей разных. Сейчас тебе нужно будет случайным образом выбрать одного из них. Хорошо? Мы сделаем так. Тебе сейчас нужно будет взять телефон одной рукой вот так, другую рукой поставить палец снизу, или встать в разные стороны и остановиться на каком-то контакте, на котором хочешь. Бери телефон. Итак, пальчиком снизу листай, вверх-вниз, где хочешь, сама остановись. Точно? Или еще хочешь пролистать? Чтобы запутать меня точно здесь. Да? Я заблокирую твой телефон, чтобы я не мог подглядеть. Сейчас, когда я отвернусь, тебе нужно будет посмотреть на экран, разблокировать его и запомнить того человека, который в самом верху. Окей? Давай, я отворачиваюсь. Правильно, да, закрой мне глаза. Тоже на тебя так? Да. Запомнила, да? Все, заблокируй телефон. И положи на стол экраном вниз. Ты сама листала, как хотела, правильно? Да. Это твой телефон, не мой. Ты сама остановилась, где хочешь. Я не подглядывал. Запомнила одного человека, да? Повторяй про себя имя этого человека. Все время прям, повторяй. Только про себя, не вслух. Прям Олег, 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 да? Например. Да? Вот видишь, как можно прочитать мысли, серьезно. Это правда, Олег? Крутой фокус? Да! А как? Как я угадал контакт в телефоне? Сейчас узнаем. Для этого фокуса вам нужно будет взять у зрителя его мобильный телефон. Возьмите его телефон и спросите у него, как много у него контактов. Пока он вспоминает, вам нужно будет незаметно отключить звук на телефоне. Затем зайдите в его контакты и скажите, что сейчас ему нужно будет листать список контактов и случайным образом выбрать один из них. Важно выключить звук. Важно выключить звук на телефоне зрителя. Затем вы просите его вытянуть его указательный палец. И пока он это делает, вам нужно будет посмотреть на экран его мобильного телефона и запомнить контакт, который находится в верхней строчке. В моем случае это Влад. После этого вам нужно будет опустить телефон экраном вниз и незаметно заблокировать экран. Важно незаметно заблокировать телефон зрителя. Попросить зрителя приложить палец к экрану и начать пролистывать в разные стороны. Совершенно неважно, в какую сторону зритель будет листать, потому что экран заблокирован и здесь ничего не меняется. Когда зритель остановился, вы должны попросить его заблокировать телефон, чтобы вы никак не могли подглядеть тот контакт, на котором он остановился. Он нажимает на кнопку блокировки экрана. После чего вы даете ему его телефон и просите посмотреть на контакт, который находится в самой верхней строчке. Разумеется, в самой верхней строчке будет тот контакт, который вы заранее запомнили. Вы просите его снова заблокировать телефон, смотрите ему прямо в глаза и говорите, что он задумал контакт с именем Влад. Вот вы узнали тайну нескольких фокусов. А теперь напоследок я покажу вам совершенно необъяснимый фокус. Ну то есть, объяснимый, конечно, но его разгадка придется поломать голову вам самим. Настя, у меня есть карты. Они перемешаны, да? А как у тебя с интуицией? Не знаю, сейчас проверим. Настя, ты знаешь, что есть красные карты, есть черные карты, правильно? Тебе какие больше нравятся, красные или черные? Черные. Окей. Сделаем так. Сейчас тебе нужно будет подключить свою интуицию. И мы с тобой сейчас будем по одной карте, прям вот так вот, по одной, в разные части стола убирать, сдвигать. Ты должна будешь каким-то непонятным образом, пока я тоже не понимаю, как все черные карты к себе отложить. Вот так прям не глядя. Ну просто попробуем, не знаю, вдруг у тебя получится. Хорошо? Я начинаю. Давай так, если есть кто не уверен, то будем класть вот сюда. Вот здесь будут у меня красные, у тебя есть черные, здесь вот не уверенные. Хорошо? Давай, я начинаю, допустим... Окей. Давай, прям быстро. И ты прям следующую, куда хочешь. Нет, следующую, следующую, следующую. Следующую, да. Куда хочешь. Это, думаешь, черная? Да? Окей. Окей. Давай дальше. Это не уверенно, да? Окей. Это я думаю, что моя. Дальше. Ага, это я не уверен. Давай быстрее ускоряемся. Ага, это я не уверен. Дальше. Ты думаешь, что это... Не уверенно, да? Окей. Я думаю, что моя красная. Дальше. Не уверенно. Я уверен. Ты? Ага. Я не уверен. Дальше. Молодец. Я не уверен. Дальше. Не думай быстро. Дальше быстро. Не думай. Я не уверен. Дальше. Так, ты думаешь, что это не черная, да? Окей, ладно. Дальше. Угу, дальше Окей, я не уверен, дальше Угу, дальше Окей, я тоже не уверен Ты быстрее не думай Не думай Не думай Прям вот как чувствуешь Окей, я не уверен, дальше И последнее, окей Смотри, здесь были те карты, которые мы не уверены Красные или черные, вижу, здесь перемешкаю красные и черные Но здесь У меня собрались абсолютно все красные А ты у себя Собрала об все черные сама Неплохая работа, молодец, ты опять Все правильно сделала Чудо невозможное возможно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok